Уже через несколько дней пустующие кабинеты и коридоры школ наполнятся детскими голосами. В новом учебном году в Северском районе за партой сядет более 14 тысяч учащихся, что на 300 человек больше, чем в прошлом году. Первые классы пойдет около 1600 первоклассников. К сожалению, в этом году первые классы не набрали в школе номер 7 и в школе номер 60. Меньшее количество первоклассников набрала школа номер 2. Большее количество первоклассников у нас в этом году в Афибском лицее. В настоящий момент более 180 первоклассников. Шесть параллелей первых классов в этом году будет открыто в лицее. Самая большая образовательная организация на территории муниципального образования Северский район – это Афибский лицей. Более 1600 обучающихся в этом году будет учиться в лицее. В школах Северского района уделяется внимание кубанским традициям. На сегодняшний день насчитывается более 58 классов и групп казачьей направленности. Общая численность – более 1700 учащихся. Школа номер 12 «Станица Дербинская» получила официальный статус казачьей. В этом году учеников района ожидает немало приятных сюрпризов. В школах появятся новые проекты. Один из них носит название «Современная школа». В рамках данного проекта в школе номер 59 и в школе номер 49 будут открыты ресурсные центры «Точка роста». Данные ресурсные центры позволят детям в рамках внеурочной деятельности и в рамках дополнительного образования обучаться по-новому, по таким предметам, как технология, основы безопасности жизнедеятельности, информатика. Дети будут осваивать данные предметы по-новому. Не только учащиеся этих школ, но и ребята из других учреждений смогут посещать дополнительные занятия. Школа номер 59 стала одной из 153 школ края, где будет действовать федеральный центр «Точка роста». Появился специальный кабинет, где дети смогут постигать современные технологии. В первую половину дня в рамках учебного процесса этот кабинет будет задействован для проведения обычных уроков, информатики, основ безопасности жизнедеятельности и технологии. А во вторую половину дня, в более свободное время от занятий учеников, мы приглашаем всех принять участие, записаться к нам на кружки внеурочной деятельности и научиться таким навыкам, как работа с квадрокоптерами, с цифровой видеокамерой. Мы научим языкам программирования, мы научим работать в рамках такого интересного направления, как работа техника. Также наших детей ждет интересное занятие с 3D-принтером, со станцией виртуальной реальности. То есть те навыки, которые сейчас востребованы в современном мире, они будут доступны для наших детей. В рамках проекта в учреждении появилась шахматная гостиная с зоной, отведенной под общение, так называемого каворкинга. Освоить новые возможности учащиеся смогут уже во второй половине сентября. 20 сентября мы приглашаем на день открытых дверей нашего центра всех желающих, как детей, так и взрослых. Приходите к нам, будет интересно. Еще один новый национальный проект, который внедрят в этом году в рамках физического воспитания «Самбо в школах». В 2018 году в этом проекте участвовало 4 школы. В этом году, в 2019 году, мы планируем участие еще 5 школ. Все эти школы получают новое спортивное оборудование. Педагоги школ прошли курсы повышения, прошли квалификацию. Одно из учреждений района, принявших активное участие в проекте школа номер 45 «Станица Северской». Благодаря поддержке нашего директора Каратаева Натальи Петровны, были в школу приобретены борцовские ковры для занятий теми видов спорта. Мы планируем обучать детей данному виду спорта. Дети заинтересовались и с этого года мы начинаем вводить этот проект в реализацию по дополнительному образованию. К занятию «Самбо» планируется привлечь порядка 50-60 учащихся. На сегодняшний день для проведения занятий уже приобретены маты и покрытия. В школе номер 45 действует и проект «Шахматы в школе». Наша школа вошла в проект «Шахматы в школе» в 2016 году. Мы вошли в результате конкурсного отбора, то есть приняли обычное участие, очень хотели победить. И мы прошли первый этап. К нам приезжал сам Владимир Сметана, президент шахматной федерации «Края», вручал призы. Вот вы видите шахматную доску, как раз это один из призов. Затем у нас демонстрационную доску привез, 10 таких шахматных досок, часы шахматные и комплект учебно-методический. Ну и с тех пор мы начали вести шахматы в виде внеурочной деятельности. Сегодня в учреждении постигает искусство игры в шахматы многие ученики начальных классов. В школах Северского района продолжает расширяться материально-техническая база. Закуплено оборудование для трех профильных предметов. В шестой школе будет закуплено оборудование для кабинета химии. В сорок третьей школе мы закупим, закупается оборудование для кабинета биологии. В сорок четвертой школе, которая является профильной по агротехнологическому профилю, закупается кабинет агротехнологического оборудования. Учащиеся 10-11 класса этих школ будут изучиться именно в профильных группах и в профильных классах, что позволит им более глубже изучить данные предметы и подготовиться в ВУЗ. Школа номер 44 Станицы Северской стала первой в районе, где реализуется технологический профиль агротехнологической направленности. Ученики получают комплексное знание по растеневодству. Многие даже решают связать свою жизнь с сельским хозяйством. В этом году состоялся первый выпуск. Какие у нас условия созданы для детей? Химия в сельском хозяйстве. Дети изучают за счет предметов элективных. Растеневодство в 11 классе. У нас есть и предпрофильная подготовка. То есть это основы финансовой грамотности, экология, экологическая направленность. На практике это реализуется за счет работы как раз в теплице, на насыпных грядках, в саду. То есть элементарные знания, которые получают они теоретически, есть возможность у нас реализовать на практике. Потому что для этого создана материально-техническая база. Та же самая теплица, те же самые грядки, тот же сад. Идея, скажем так, посадить этот сад пришла давно, в 15-16 учебном году. Было посажено более 40 саженцев различных плодовых деревьев. Ну вот и в итоге наш сад уже в этом году, можно сказать, поднялся. То есть уже есть первые какие-то результаты и плоды. Современный учебный процесс немыслим без специально оборудованных классных комнат и новых образовательных учреждений. В 2021 году планируется строительство нового блока начальной школы на территории Афибского лицея, рассчитанной на 400 мест. Есть планы по строительству новых блоков и на территории других школ. Дети, которые будут обучаться в этой школе, будут обучаться в огромных просторных кабинетах, которые будут получать образование не только в рамках урочной и внеурочной деятельности. Это новые игровые комнаты, это новый кабинет робототехники, новый спортивный зал. Несколько кабинетов, которые объединят общую площадь медицинских кабинетов. Все проекты и нововведения ждут своей скорейшей реализации и рассчитаны на то, чтобы новый учебный год оказался плодотворным для учеников и помог им реализовать свои таланты и способности. Руслан Лов, Владимир Галуцкий, Алексей Попов, телерадиокомпания «Атаман». В преддверии 1 сентября сотрудники следственного отдела по Северскому району с дружеским визитом посетили воспитанников реабилитационного центра в поселке Черноморском. Сотрудники органов следствия поздравили детей, а также коллектив учреждения с наступающим Днем знаний и учебным годом. Приятным подарком для ребят стали футбольные мячи, куклы, развивающие игрушки и яркие конструкторы. В завершении мероприятия следователи поблагодарили детей за теплую встречу, а также отметили труд коллектива социального учреждения по созданию теплой домашней атмосферы для его воспитанников. Наша работа будет выстраиваться планомерно, наша работа будет выстраиваться системно, и это будет направление именно как творческое, так и патриотическое. Наша задача именно состоит в том, чтобы с юного возраста детям прививать правопорядок, правосознание. В Северском районе определили лучших знатоков. В молодежном центре «Этаж» прошел чемпионат высшей лиги по интеллектуальной игре «Что, где, когда». Организатором соревнования выступило Управление по молодежной политике. За звание главных интеллектуалов Северского района боролись семь команд. Как известно, такой вариант игры «Что, где, когда» отличается от всем известного телевизионного тем, что играет не одна сборная шести игроков, а сразу несколько команд соревнуются в том, кто даст больше ответов на предложенные вопросы. Знатокам предстояло пройти два раунда сложных вопросов. Блиц-вопросы и разгадали секрет черного ящика. На протяжении тысячелетий это символизировало для многих народов тайну жизни. А в средние века европейцы воспринимали его как модель мироздания, где его составные части олицетворяли землю, воду, воздух и огонь. Но если вспомнить сказки, надо добавить, что это символизировало не только жизнь, но и смерть. Что это такое? Телективно решили, что это яйцо. А сейчас, внимание, правильный ответ. По итогам напряженной и увлекательной игры определилась стройка победителей. Опередила своих одноклубников и заняла почетное первое место команда знатоков Афибского НПЗ. Второе место команда администрации Северского района «Экономика». Третье место у сборной черноморского поселения «Эрудиты». Для чемпионов турнира подготовили памятные кубки. Новый осенний-зимний сезон «Игр что, где, когда» стартует 27 сентября. Отдел МВД России по Северскому району объявляет набор кандидатов для прохождения службы офицерского и сержантского состава. Сержантский состав – это входят сотрудники полицейские отдельной роты ППСМ. Офицерский состав – входят следователи оперуполомоченного уголовного розыска по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, дознаватели. Сотрудникам предоставляется гарантированная ежемесячная оплата труда. Бесплатное вещевое удовольствие, гарантированный ежегодный отпуск. Предоставление льгот для поступления в высшие учебные заведения МВД, компенсация съемного жилья. «Также у нас санаторно-курортные есть санатории, в которых могут проходить лечение, а также отдых в летние и в зимние периоды времени. Также в первоочередной социальной гарантии осуществляется направление в дошкольные учреждения в первых рядах. Заработная плата у сержантского состава начинается от 18 тысяч, у офицерского состава начинается от 35 тысяч. В последующем, в зависимости от званий и стажа службы, она только увеличивается». Предъявляемые требования кандидатам – мужчины и женщины для замещения должностей рядового состава и младшего – 35 лет, для среднего, старшего, высшего состава – 40 лет. Рассматриваются кандидаты без судимости, прошедшие службу в вооруженных силах, имеющие гражданство Российской Федерации, а также годные по состоянию здоровья. За более подробной информацией о порядке оформления обращаться в кадровое подразделение отдела МВД России по Северскому району по адресу Станица Северская, улица Комарова, 2. Смотри, и правда размер за год увеличился. И давно вы за размером следите? Мы? Каждый год. А ты? Узнайте размер вашей будущей пенсии через свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Проверьте, платит ли работодатель за вас страховые взносы, количество ваших пенсионных коэффициентов и какую страховую пенсию вы уже заработали. О, а давайте размер моей пенсии посмотрим. Пенсионный фонд России Я Горохова Диана Равкатовна, являюсь руководителем клуба 19 лет. За 19 лет работы в нашем клубе количество занимающихся увеличилось до количества 200 человек. Начиналось все очень просто с группы любителей фитнеса и со временем клуб разросся до больших размеров. Сейчас в клубе действуют группы восточного танца, фитнес направления. Основная масса, конечно же, занимаются у нас дети, занимаются спортивной акробатикой, акробатическим рок-н-роллом. Кстати, новый вид спорта, который существует всего лишь в пяти муниципалитетах Краснодарского края и начал развитие также в нашем клубе. Основной упор у нас идет, конечно же, на гармоничное развитие личности как в спортивном мире, так и в мире искусства, в хореографии. Мы с детьми периодически выезжаем на соревнования, на краевые смотры, конкурсы, на фестивали, на первенство России. В копилке наших достижений есть и чемпионаты Краснодарского края, первенство Краснодарского края, всероссийские соревнования по спортивной акробатике, первенство по акробатическому рок-н-роллу, всероссийские конкурсы хореографического искусства, на которых мы становились обладателями гран-при, лауреаты первой, второй, третьей степеней. Наш коллектив уже знают далеко за пределами Краснодарского края. Наш коллектив является визитной карточкой Северского района, украшает все праздники и мероприятия. За годы работы в своем клубе я поняла одно, что это не только работа, это не просто работа, это моя жизнь, это мое кредо, это зал, это мой второй дом. Благодаря пониманию, осознанию того, что, приходя в зал, ты приходишь не просто на работу, а приходишь домой, отсюда получаются хорошие результаты. Это результативность на соревнованиях, на конкурсах. Из моих воспитанников вырастают не просто спортсмены, не просто артисты, они вырастают хорошими людьми. Людьми, которые будут поднимать наше государство, служить нашему государству, нашей родине, служить нашей малой родине. Мои выпускники приходят, возвращаются в нашу станицу, становятся тренерами рядом со мной, в одном зале. Наша команда увеличивается, и я надеюсь, что мои выпускники, мои ребята будут продолжать любить спорт и прививать своим детям и всем нашим выпускникам любовь к спорту, любовь к жизни, стремление к успеху. Главной задачей нашего клуба является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, подростков, молодежи в социальную жизнь нашего района, поддержание спортивного духа, соревновательного духа, а также вовлечение родителей и взрослого населения в спортивную, активную жизнь Северского района. Зачем он тебе нужен? Рано или поздно он тебя бросит. Не усложняй себе жизнь. Нет, не бросит. Никогда. Я его уже люблю. Поздно. Но вам негде жить. Мне все равно. Он мой. Я его никому не отдам. Я же тебе сказала, люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь, я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. МЧС России предупреждает. Неосторожное обращение с огнем приводит к трагедии. Безопасность начинается с тебя. МЧС России С первого взгляда эту наперстянку не отличишь от настоящей. Но эти цветы – бумажные. Детище нью-йоркского дизайнера Сурабха Гупта. Нью-Йорк для меня – лучшее место для такого занятия. Я приехал оттуда, где горы и красивая местность. И где ты просто вышел, сорвал цветок и принёс домой. Гупти 29 лет. В родной Индии выучился на архитектора. Потом поступил в школу дизайна в Нью-Йорке. Но хватило его на год. Бросил. Два года назад в Институте костюма в Метрополитен-музее увидел украшенные цветами платья японского дизайнера Рейка Вакуба. И у него перехватило дыхание. Тут же вспомнил, как в детстве мастерил бумажные цветы из жёлтых чеков. И подумал, а почему бы не воскресить старое хобби и не вывести его на новый уровень. «В Джамму и Кашмире, где я вырос, было три универмага, два продуктовых и один хозяйственный. Поэтому, если хочешь создать что-то, ищи способ сделать это сам». И вот в маленькой комнатке Гупты, которая для него и студия, и спальня, рождаются настоящие чудеса из гофрированной бумаги. Каждый лепесток раскрашивается вручную, детализируется пищевыми и акварельными красками. И хотя всерьёз Гупта делает цветы лишь восемь месяцев, его работы быстро заметили. После нескольких фото в Инстаграме ему уже поступил заказ на 300 ромашек для дизайнерского платья на Мэтт Галла – знаменитый ежегодный благотворительный бал Института костюма. «Это возможность постигать работу с материалом, возможность творить, потому что каждый раз, создавая цветок, я получаю пару новых навыков». А цветы, над которыми Гупта колдует сейчас, отправятся на выставку в исторический музей Болтона. «Я уверен, что если я подарю вам бумажный цветок, вы улыбнётесь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова